еще раз всем здравствуйте кто был вчера здравствуйте новым лицам сегодня у нас будет первая часть мастер-класса с которыми я дебютирую называется он конструктор продающего текста и его главная цель показать вам из каких элементов может состоять любое эффективное рекламное обращение которое вы будете использовать своей активности начиная от мини копирайтинга так называемого это позиционирование слоганов разработки уникального торгового предложения но и заканчивая комплексными большими продающими текстами это принято считать что самое лучшее уникальное предложение это низкая цена по отношению с конкурентами многочисленные исследования рынка показывают что цена находится где-то на третьем месте на самом деле в иерархии принятия решений допустим девушки высокий каблук платье грязь сломался каблук трагедия рядом две мастерские в одной написано в одной вам говорят приходить вернем завтра будет стоить например там 300 рублей другая говорит через 30 минут 500 рублей кому кому вы заплатите деньги но 500 рублей выше чем 300 скорость вот вот это и есть горячие точки критерии принятия решения их совмещение то есть не что-то одно когда она сочетается классический набор выглядит вот так вот мы всегда принимаем решение учитывая стоимость услуги предложения срок и скорость может быть в зависимости от самой специфики например скорость это когда быстро убрали помещение или быстро привезли воду да это скорость срок в данном случае это например у меня спрашиваю денис как за сколько вы сделаете нам текст потому что люди понимают им нужно там отправить это в печать уже там через три дня ну или вчера а я не могу просто потому что я сегодня выступаю например здесь я не могу даже если хочу понятно они меня не выбирают но потом они вернутся да допустим но критерий в данном случае был именно срок формы расчетов очень важен и мало кто на это обращает внимание можно даже спросить у организаторов мероприятия они скажут что при оплате допустим вчерашней конференции было несколько различных форм платежа и вам было удобно оплатить именно так как вы оплатили кто-то сделал наличкой кто-то внес через карту кто-то оплатил по безналу за счет компании кто-то там как-то там не знаю бартером или чем в общем это уже вопрос к организаторам но когда вы делаете несколько вариантов оплаты свои услуги она становится более картинки мы говорили про визуализации я стороне точки зрения что картинка работает лучше текста когда она подключает визуализацию того что вы пишете текстом вы не сможете я не смогу никто не сможет написать лучше и и настолько точнее чем фотография мы один раз взглянули две секунды мы понимаем о чем суть если текста писательного характера здесь у нас прием в чем ручка этой тележки она вот ее можно вести так и потом она все время в стоячем положении обычно в подобных тележках минус том что это ручка 7 падает на пол и нужно постоянно наклоняться чтобы ее поднимать и за целый день спинку то можно и потянуть и когда это постоянная работа неудобно это одно из новшеств удобств этого товара таких там было несколько и мы каждая показываю с помощью картинок фото результат можно говорить что мы полируем автомобиль так что будет видно отражение кого-то как будет в том мультике это ложь 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 да но тем не менее мы показываем картинку где мы сказали мы доказали отсюда идет отражение даже видно буквы тексты качество полировки на высшем уровне сравнение фотографий до и после вот до полировки вот после полировки причем вместе с так называемым который мы говорили detailing это вот он вмятина вмятина там нету еще и полирнули сверху то есть есть очевидная разница которую мы текстом вряд ли сможем также сама описать пример лучших работ которые показывают что вот я говорил вчера про дизайнеров которые выкладывают работы даже не принятые заказчиками заказчик принял что-то более проще там или скромнее но если дизайнер считает что вот эта работа показывает мое мастерство лучше свое портфолио может помещать именно ту работу имеет право скриншоты особенно если вы пройдете онлайн продукт программный продукт где важно присутствие и понимание что вы продаете мы делаем скриншот нужен звук мы уже этот прием обсуждали идем дальше видеообращение видеообращение ну и думаю все понимают это видеообращение на каких мероприятий если мы не говорим про конференции какие-то мастер-классы очень хорошо работает видеообращение в текстах компании когда руководитель или например с флеш интервью с каждым сотрудником рассказывает об этой компании то есть это сближает более того лично мне нравится когда например в рекламе в роликах в каких-то сетилайтах бигбордах есть фотографии сотрудников они извините меня пенсионеров с франции для услуг которые мы продаем в россии то есть тоже нужно нужно быть как-то адекватным когда в нашей славянской рекламе есть там совсем не славянские европейские даже африканские артисты то есть тоже несочетание идет видео продукт в действии вот мы говорили про пылесос тогда вчера ценовой десерт то есть когда мы цену в качестве специального предложения то есть как я уже говорил можно в конце сделать какой-то такой стимулирующий элемент подталкивающих действий то есть мы продали цену но в конце делаем еще у меня был пример когда я покупал mp3 player мне менеджер в магазине там рассказал все прелести про него показал дал мне послушать в общем все по правилам ну их хорошо учат продажам я уже готов идти к кассе ищу кошелек сейчас секунду я вернусь что-то подошел стоит с кем-то шепчется я понимаю что меня будет разводить ну как бы что же человек уже соображающий мне просто было интересно подходит такой знаете у него сейчас еще новая цена говорит мне еще цену ниже там процентов на 10-15 все я уже даже не сомневаюсь я уже целенаправленно ускоряю шаг в сторону кассы то есть это уже такой финальный аккорд который меня превосимое возражение то есть мы можем сделать два товара по цене одного но здесь хитрость в чем вы изначально играете ценой человек не знает настоящую цену товара здесь можно играть так второй товар за пол цены аналогично то есть когда у нас многие товары продаются там с наценкой в триста процентов тут можно конечно прыгать как хотим меньшая цена за старый товар имеется в виду не то чтобы он старый там прошла срок годности а прошлая версия например да то есть но мы сейчас можем купить тот же самый а да мы можем купить например не услышал ни одну не другую потому что прошлогодняя коллекция до или позапрошлогодняя коллекция ну почему что мой мой села не но это уже дефект это уже дефект хотя на одной конференции молодой человек который представляет интернет магазин настольных игр рассказывал как они продавали бракованный товар я вам на конференции мастер инфобиз осенью как раз рассказывал про мини копирайтинг для главной страницы сайта интересно посмотрите он показывал на примерах как можно просто меняем некоторые конкретные краткие формулировки увеличивать конверсию работы этого сайта из всех страниц покупайте первый утюг за 1500 рублей 2 за 500 рублей да как мы говорили 2 там предложение 2 товара чуть ли не за пол цены оплатите аренду офиса на год вперед и сэкономьте 400 долларов это тоже формулировка специального предложения покупайте мебель для кухни получайте бесплатную сборку плюс доставку 50 процентов оплачиваете сразу остальное через три месяца зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите бесплатный доступ на 7 дней для онлайн продуктов это нормально кстати мне никогда не было понятно зачем владельцы онлайн ресурсов или киста программных комплексов делают доступ к продукту с ограниченными возможностями вы такое замечали много разных продуктов например тоже к эта программа до удалена там тоже 1с бухгалтерии допустим как новая мы открываем мы только начинаем это платная уже опция оплатите прямо сейчас то есть я готов оплатить потому что программа такая же покупается для работы то но покажите мне что же она мне же сама с подарком недостаточно говорить что вот будет в подарок и все вопрос а что этот подарок даст это будет как прием да там купи квартиру кепку в подарок то есть чек должен осознать для себя ценность этого подарка и самое первое правило любого подарка он должен иметь отношение к основному продукту обязательно почему когда мы покупаем например бочонок пиво нам предлагают там два бокала или там если мы покупаем там джек дэниелс подарочный с двумя стаканами да все имеет отношение к самому товару допустим когда нам продают я видел предложение шашлыки и там сразу к ним кетчуп то есть тут такой конечно спорный момент но можно отнести что связано значит vip карта представляет вам следующее преимущество скидка 11 процентов на все услуги нашей компании 5 процентов на товар бесплатная доставка прием расходных материалов и арктехники бесплатная диагностика арктехники не более одного раза в месяц удаленное действие скидки при заявке по телефону вы просто сообщать и свои данный номер карты у этой компании которая занимается в городе кемерово gold print которая занимается реализацией оптовой таки обслуживанием оргтехники у них есть по три вида карты для клиентов вот стимулирует их если у вас есть vip карта чек сравнивать чем выгоднее это vip карта чем там с каким-то стандартным возможности тому подобное если вы дарите клиенту эту карту в подарок там каждому новому или каждому кто там оформит услугу в этом месяце скажите ему что ему этот подарок дает что нужно сделать для того чтобы ускорить это действие как трекер да мы сделаем подарок то есть прямо сейчас купить еще получите вот это причем виде call to action при задействии в виде специального предложения делается почему я говорю что не может быть в тексте 23 разных элемента потому что не часто друг друга перекрываются читаются совпадают и сложно выделять их как отдельные элементы дополнительная скидка такой прикол например часто в этих ночи скидок да вот когда идут шоппинг вот там дополнительные скидки например я скидка от какого-то ресторана там или от какого-то еще у этого еще они еще не туда подхиваются ограничение срока действия здесь понятно всем ограничение количества товара то есть первые там 50 покупателей например получит эту скидку сообщение о повышении цены я не люблю этот прием это такой шантаж легкий но он все равно работает на вас работал да когда его нежелательно использовать в инфобизнесе работает да когда его если мы говорим например про оффлайн бизнес когда его нежелательно использовать когда конкурентов много сейчас принципе у всех полного конкурента в каком случае сообщение о повышении цены можно использовать в оффлайн бизнесе можно 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 когда когда спрос высокий я думаю тогда есть простой как предварительный заказ да вот самый такой простейший пример на любой товар вот к нам там через 10 дней поступит тому я так помню что предварительный заказ некоторые например магазины там портативной техники или же через самые автосалоны которые продавали недавно хайландеры новый toyota вот там была такая фишка что вот сейчас можете сделать предварительный заказ до такого-то числа потому что потом будет повышение цены у людей была возможность на несколько дней тест-драйва то есть они получили то что они хотели они понимали что вот скоро будет повышение цену нужно срочно убрать